Внеплановый рост тарифов на коммунальные услуги пройдет по всей стране. Согласно федеральному закону, в целом платеж может возрасти на более чем 11%. Правда, в нашем крае он вырастет чуть меньше, на 10,3%. Значительно коммуналка станет дороже в двух муниципалитетах региона. У бичан и барнаульцев. В Барнауле на 15%, в Бийске на 11,5%. Кстати, все, у кого тариф вырастет более чем на 11,4%, могут рассчитывать на компенсацию. Создавать и ввести свои официальные аккаунты в соцсетях с 1 декабря обязаны будут все государственные органы. Это касается, к примеру, местного самоуправления судов. Минцифры должны разработать систему на основе портала госуслуг. С ее помощью госорганы смогут управлять аккаунтами в Одноклассниках и ВКонтакте. Сообщается, что чиновники могут отвечать там на вопросы граждан, чтобы последние получали достоверную информацию о работе государственных учреждений. И еще одно важное нововведение. С 1 декабря при обращении в больницы или поликлиники россиянам больше не понадобится бумажный страховой полис ОМС. Он перейдет в цифровой формат. Присваивать штрих-код планируют в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хранить его можно будет, к примеру, в смартфоне. Тем, у кого уже есть бумажный полис, переживать не стоит. Им ничего не нужно будет дополнительно предпринимать. Кстати, тем, кто мечтал дома понижиться в Хамаме, теперь разрешено осуществить мечту. С сегодняшнего дня в приказ МЧС России в системах противопожарной защиты внесены изменения. Так что Хамамы и солярии устанавливать в квартирах разрешено. А вот бани и сауны по-прежнему запрещены. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.